Привет! Сегодня мы с вами изучаем iOS 18 и в этом видео я собрал действительно полезные функции, которые ты точно должен знать. Теперь мы можем с вами либо скрыть, либо запаролить абсолютно любое приложение в системе. Для этого достаточно выбрать то приложение, которое нам нужно, долгим тапом на него удерживать и у нас появится пункт, который называется требовать Face ID. Ну, либо Touch ID, если вы используете какой-нибудь iPhone SE второго поколения. Нажимаем на Face ID и у нас появляется выбор либо требовать Face ID для открытия этого приложения, либо скрыть и требовать Face ID. То есть, если вы нажимаете скрыть и требовать, то получается ваше приложение исчезает с рабочего стола, также оно не будет доступно через поиск Spotlight. Все такие приложения падают в отдельную папку, которая называется скрытая и доступ к ним будет только исключительно по Face ID, либо Touch ID. Следующий пункт это кастомизация экрана блокировки. Внизу вы видите фонарик или камера и, к сожалению, до iOS 18 эти две опции нельзя было поменять. Но теперь вы можете сделать это очень легко. Достаточно разблокировать свой iPhone, удерживать на локскрине и нажать на кнопку настроить. После чего выбираем главный экран и над иконками фонарик и камера у нас появился значок минус. Если мы его нажмем, то у нас эта иконка пропадет. Но вместо нее появится плюсик, нажав на который вы можете выбрать абсолютно любое действие, которое вы также без проблем можете назначить на вот этот вот быстрый доступ. Например, я хочу иметь быстрый доступ к сканированию QR-кодов. Все очень просто. Нажимаем на пиктограммочку сканировать QR-код и все, он сюда добавляется. Нажимаем готово и настройки применяются. Теперь у вас на локскрине есть быстрый доступ к QR-кодам, ну, либо любому другому приложению, любому другому действию, которое вы сами установите. 30 секунд полезной рекламы, где вы можете купить качественную проверную технику по очень хорошим ценам, конечно же, в магазине Технодеус. Ребята продают только оригиналы, никакой китайской пересобранной вот этой всей дичи, которую вы можете встретить в других магазинах. У них есть гарантия на всю их продукцию. Быстрая доставка по России и Белоруссии. Ну и, конечно же, дружелюбные менеджеры помогут вам с выбором гаджетов и проконсультируют вас и ответят на все интересующие вопросы. Но по моему промокоду небольшую скидочку получите, очень приятно. Ребят знаю лично, давно с ними сотрудничаю, так что переходите по ссылочке в описании и затаривайтесь хорошими гаджетами по хорошим ценам в магазине Технодеус. Возвращаемся к нашим фишкам iOS 18 и следующее, о чем я хочу поговорить, это о центре управления, который был очень серьезно переработан в iOS 18. В него добавили большую функциональность и помимо этой функциональности у нас еще есть достаточно неплохая кастомизация. Вы можете менять размеры тех самых виджетов для того, чтобы более гибко настроить свой центр управления. Ну а если ваши виджеты вот эти не помещаются на один экран, то вы с легкостью можете добавить еще и второй экран, ну и третий, четвертый, в общем сколько захотите. Но если вы обратите внимание, то в правом верхнем углу у нас появился пункт, благодаря которому мы можем выключить свой телефон, не заходя в настройки. Для этого вам нужно просто удерживать эту кнопку выключения и вас перекинуть в меню для выключения, собственно, вашего устройства. Не знаю, почему раньше Apple это не сделала, на мой взгляд эта штука была на поверхности. Причем я сталкивался с такой проблемой, что некоторые пользователи при мне не могли выключить свой iPhone. Они включали, выключали, включали, выключали кнопку блокировки и у них только Siri вызывалось. А я им говорю, ребят, ну надо зайти в настройки основные и выключить телефон. Почему так сложно? Ну и теперь в iOS 18 у нас есть быстрый доступ к выключению телефона. Какая классная фишка. Помимо кастомизации локскрина и центра управления, конечно же iOS 18 приносит нам достаточно серьезные глобальные изменения на наш рабочий стол. Теперь все иконки поддерживают темный режим, причем вы можете сделать так. У вас телефон в темном режиме, а иконки могут быть в светлом режиме. Ну и также это можно сделать наоборот. Смотрится очень свежо, очень круто, очень прикольно. Вы просто удерживаете на главном экране и в левом верхнем углу у вас появляется пункт, который называется править. Далее заходим в настроить и здесь у нас внизу появляются как раз таки вот эти иконки, которые мы можем с вами кастомизировать. Можем выбрать светлое, темное, автоматическое. Это будет меняться в зависимости от времени суток. Ну и также мы можем сделать либо крупные значки, либо мелкие. Если мы делаем крупные, то они становятся больше, но название тех самых приложений просто исчезает. За счет этого также iPhone смотрится очень свежо. Ну а если мы выберем выделение цветом, то здесь мы можем из-за вот этой большой палитры выбрать тот оттенок, который хотим применить абсолютно для всех иконок. И он также будет работать и для виджетов на главном экране. Если вам понравились те обои, которые вы видите в этом видео, то скачать вы их можете в нашем телеграм-канале, который есть, естественно, в описании. Там мы выкладываем каждый день очень крутые подборки в офигенно большом разрешении, так что переходите по ссылочке и качайте свой iPhone на вот эти крутые обои. Также есть очень крутые изменения и в приложении календарь. Я этим приложением пользуюсь практически каждый день. У нас есть несколько общих семейных календарей, в которых мы отмечаем наши события. Если мы откроем в календаре раздел месяц, то мы можем увидеть обзоры со всеми событиями вкратце. То есть раньше у нас были точки, а теперь если вы сделаете вот такой вот pinch to zoom или pinch to out to zoom, то у вас будет более информации выводиться на ваш экран. Конечно, на iPhone XS это выглядит не очень круто, но если у вас большой iPhone, Pro Max или Plus, то там информации будет выводиться гораздо больше за счет того, что там большой экран. Наконец-то приложение календарь получило полную интеграцию с приложением напоминания. Теперь вы можете создать не только события через календарь, но еще и напоминания. Причем это напоминание будет отображаться как напоминание, а не событие в календаре. Ну и, конечно же, оно будет дублироваться в приложении напоминаний, которое, опять же, есть у нас отдельно и непонятно, зачем оно теперь нужно. Следующая крутая штука, которая есть в iOS 18, это отдельное приложение паролей. Напомню, что раньше все ваши пароли хранились в настройках во вкладке паролей. И это было не совсем логично, не совсем удобно. Ну, в общем, так себе. Теперь Apple в iOS 18 все это меняет и делает нам абсолютно новое приложение паролей. Это приложение имеет категории, в данный момент их всего шесть, которые включают в себя абсолютно все пароли. Ключи входа для некоторых сайтов, для некоторых приложений. Также коды безопасности, все пароли от вашего Wi-Fi. Вот это по-настоящему респект, прямо очень крутая история. Ну и вкладка удаленные пароли, тоже очень важно. Мало ли вы удалили пароль, он будет, по-моему, 30 дней там храниться, а после этого удалиться окончательно. Ну и вкладка безопасность, в которой вы можете увидеть те пароли, которые у вас были украдены. И, соответственно, их заменить на более актуальные, чтобы этих грустных историй с вами не происходило. Еще небольшой лайфхак для вашего Wi-Fi. Опять же, в приложении пароли вы можете найти свою домашнюю сеть Wi-Fi и создать QR-код, чтобы показать его человеку, который пришел к вам в гости, для того, чтобы он к ней подключился без каких-либо проблем, без ввода пароля. То есть вы заходите в приложение пароли, нажимаете на пункт Wi-Fi, выбираете свою домашнюю сеть. И вот здесь есть пункт, который называется «Показать QR-код для сети». После чего iPhone сгенерирует этот QR-код, вы его показываете своему товарищу, и он без проблем подключается к вашей домашней сети. В iOS 18 Apple значительно прокачала абсолютно все свои приложения с точки зрения математических вычислений. Если мы возьмем приложение «Заметки» и создадим абсолютно пустую заметку, и выберем рукописный ввод, и здесь мы можем ввести какой-нибудь пример, достаточно простенький. Например, я введу 5 плюс 5, и после чего я ставлю равно, и искусственный интеллект волшебным образом посчитает, сколько это будет. Конечно, это работает не только на плюс, минус, но еще, конечно же, дроби, деления и все вот эти сложные математические истории. Причем ответ будет практически таким же сделан почерком, который, собственно, и вводил я рукописным вводом. Тоже очень прикольная история. Помимо заметок, это волшебство будет работать и в других приложениях, например, в том же самом iMessage. Мы также можем ввести какой-нибудь пример, допустим, 10 умножить на 9, ставим знак «равно», и у нас появляется подсказка, сколько будет, собственно, в итоге в этом примере. Но пока эта штука работает только на стандартных Apple-овских приложениях, в Telegram, например, это не поддерживается. Ну и здесь, наверное, нужно дождаться, пока Telegram обновится, и будет поддерживать все вот эти вот новые математические вычисления в iOS 18. Ну и последнее на сегодня, но не менее важное, это то, что теперь виджеты вы можете изменять прямо на главном экране. И для этого вам не нужно его удалять, либо создавать заново. Для этого вам нужно просто удерживать пальцем на экране, пока виджеты не начнут слегка покачиваться. И теперь вы можете редактировать свой виджет, делать его либо больше, либо меньше, опять же, повторюсь, и без его удаления и добавления заново. Вот такие вот нужные, а главное полезные штуки в iOS 18 я для вас сегодня подготовил. Ну а чтобы не пропускать новые видео, на канал обязательно подписывайтесь. Дальше больше, всем здоровья и пока! Субтитры сделал DimaTorzok